добрый день дорогие друзья с вами канал одна австралия и я александр петров ну вот и пришла пора десятой последней заповеди и это заповедь вы никогда не должны останавливаться на достигнутом это очень важно это важно для вас как для людей как для профессионалов студентов вообще в любой области в любой сфере в любой части на любом периоде этапе в вашей жизни и для студента и для эмигранта это очень и очень важно дело в том что во первых мир не стоит на месте мир развивается сама ситуация в которой вы находитесь как личность как профессионал она очень сильно меняется и вам надо постоянно адаптироваться под новые условия адаптивность способность принимать новые формы принимать новые правила игры это очень важно кстати когда вы делаете свои студенческие визы когда вы учитесь когда вы падаетесь на иммиграции в том числе профессионально вы заметили что департамент иммиграции очень сильно стал как карточные шулер или как наперсочник слишком быстро стал менять условия и вам стало тяжело но не безнадежно здесь вы вынуждены подстраиваться под эти условия постарайтесь вообще в жизни под подстраиваться под условия которые вам это жизнь ваша диктует я думаю что когда вы учитесь вы уже видите как в ваших дисциплинах менялись знания менялся какой-то пакет документов какие-то системы в которых люди работали до и работают сейчас и будут работать после вы видите развитие оборудования развития систем управления вы видите что идет ускорение развития то есть изменения они идут как в рапидной съемки быстрее 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 и такова ваша жизнь вас нету выбора и нету выхода вы должны адаптироваться и именно постоянное состояние обучения является для вас жизненно важным я уже говорил что жизнь не заканчивается с получением австралийского паспорта жизнь может быть только начинается я уже думал свое время что вот все как бы сложилось мой образовательный бизнес как бы наладился все теперь будет хорошо надо много делать какой-то благотворительности вообще оно пошло само по себе и в этот момент появились и негодяи которые подумали что я какой-то мягкотелый тюфяк которого можно так очень просто пнуть и выбросить на обочину и заниматься абсолютно беспределом на той дороге которые я в общем-то проложил и которую я осветил и продолжая освещать кстати вот в этот же момент департамент иммиграции как в калейдоскопе закрутил условия что для студента уже доходит неправильные мысли в голову а стоит ли вообще ехать сюда само правительство австралии так изменяет ситуацию экономическую нашу жизнь какие-то проекты появляются которые очень-то пугают и непонятно не очень будут или нет иммиграционная ситуация этническая ситуация многокультурность так далее очень пугающие моменты в политике будущее может быть войны будущая нестабильность глобальное потепление которое на мой взгляд не вызвано деятельностью человека но на данном коротком может быть коротко но какие-то сто двести триста лет может быть но это бесконечно для нас мы успеем родиться прожить и умереть вот в этот период глобального потепления изменения климата вот все это создает такие условия что здесь надо опять закатить рукава и учиться 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 и учиться дедушка ленин кстати то же самое говорил он тоже не глупый был человек такого кашу заварил что мы оказались здесь мы получать спасибо ему вот поэтому а ваше постоянное обучение ваше умение как профессионалу личности даже в чисто физические ваши пара параметры ваше эмоциональное состояние ваше психическое состояние все должно совершенствоваться все должно быть постоянно в движении люди меняющиеся люди адаптирующиеся к изменениям люди быстро хватающие новые технологии это люди которые будут в общем-то побеждать а мир достаточно суровая вещь и очень негоже быть проигравшим спасибо